Ситуация в Чехии, да, вот эти вот дипломатические скандалы, которые происходят. Слушай, ну скажи, пожалуйста, Прага, которая, ну, наверное, не исторически, но в последние годы, да, правительство и президент, который в принципе как-то, я уже шутил, что у него греет внутренний карман паспорт, не паспорт, но какие-то знаки, которые имеют отношение к Российской Федерации, да, отличительные, значит, максимально лояльные политики, да, к Москве вдруг совершают такие поступки, значит, выгоняют дипломатов и вдруг вспоминают, что 7 лет назад, ай-яй-яй, кто-то что-то подорвал на территории Чехии. Это чья игра? Американцев, скажи, пожалуйста. То есть это какой-то такой вот там подзатыльник откуда-то прилетел, но вряд ли же это инициатива Праги, правда? Я, кстати, не думаю, потому что в Чехии есть очень жестко антироссийские силы, есть, как ты справедливо отметил, и пророссийские силы, и силовики вряд ли как раз в восторге от того, что Прага становится российским проходным домом, проходным двором, и что там российские спецслужбы орудуют так, как они хотят. Поэтому, ну, долго вели расследование, но довели его до конца. Может быть, конечно, там кто-то и помог, там, ну, скорее всего, англичане, судя по тому, что опять сами чехи говорили о том, что вот, то есть, мы расследовали, но это расследование практически остановилось, мы не могли выйти на след, но вот когда вот стало видно, что там произошло в Солсбери, вот эти вот, значит, фотографии, а тут вот нам попалось, что вот тут похожие люди были, и мы сопоставили, а это, оказывается, те же самые люди, ну, то есть, такого плана, да, то есть, вот еще потом с болгарами кооперировали, что там тоже новичок, и вот все вот эти вот англичане в этом смысле помогли, но я думаю, что все равно не стоит здесь строить какую-то прямо там мегаконспирологию в том плане, что вот чехи вообще такие беспомощные, ничего там не могли и не делали, вот, а тут вот, значит, с запада прилетело, и вот началось. Я думаю, что это не так, я думаю, что просто они очень неспешно вели это самое расследование, никуда не торопясь, но вот рано или поздно это расследование дошло до какого-то итога. Меня, конечно, потрясает логика российская, ну, я бы на месте Кремля, я бы, конечно, берег бы отношения с, там, тем же чешским президентом Земаном, вот, и, то есть, не испытывал бы это лишний раз, вот, подобными акциями. Но насколько мы там сейчас можем судить по сообщениям самих чехов, что вся эта штука должна была рвануть уже там на болгарской территории по дороге, а, значит, не на территории Чехии, это просто, значит, опять эти рукожопные товарищи, то есть, вот, и скрипаляне смогли отравить, и бомбы не смогли правильно заложить, да? Вот, не знаю, за что им там дают герои России, но, по-моему, их расстрелять надо за такой таланты, вот, потому что все вот эти вот эпизоды, где они участвовали, они, мало того, что они всюду засветились, так еще и ничего сделать-то толком, значит, не смогли, всюду накосячили. Вот, тут я бы, конечно, считал, что надо проводить расследование, но, по-видимому, действительно сейчас такой уровень российских спецслужб, что без косяков до конца ничего не могут довести.